Написано, что меры приняты в всей стране. Но если 6-го меняют, то, значит, получается, не совсем качественно приняты? Не совсем качественно. И если зайти просто в больницу, ту же Евпаторийскую, Сакскую, Белогорскую, Бахчисарайскую, вы увидите, что там вот то украинское наследие, которое осталось, и которым многие возмущаются, оно лишь усугубилось. То есть получается опять-таки... И сама больница, когда ты туда заходишь, у меня такое чувство, что даже в 40-х годах такого не было. Это ужасная вонь. Это ничего не работает. Это нет элементарных белых простыней. Так это вопрос кому? Я этот вопрос задавала и писала. Все меры принимаются. Ну, конечно же, главе республики и министру здравоохранения России. Так как они принимаются, если вы сами говорите, что стало еще хуже со времен Украины? Медленно. Почему? Это вопрос не ко мне. Ну, где-то же идет быстрее в регионах, правильно? Я в регионы не ездила по больницам. Я вот знаю больницы в Крыму. Так вопрос. Вы прокурор. Вы это очень хорошо понимаете. Так если бы я была прокурором, у меня бы министры были не уволены, а сидели бы в тюрьмах. То есть вы считаете, что вот этих министров, которые работали на Аксеново, их всех надо посадить? Я считаю, что если министр не справился со своими обязанностями и были выделены федеральные деньги, и эти деньги пошли куда-то не туда, он должен сидеть в тюрьме. То есть вы считаете, что в нынешнем Крыму по-прежнему воруют? Воруют везде.